Микс Ньюс Гость в студии у нас сегодня политолог Филипп Раевский. Доброе утро. Доброе утро. Я сразу напомню, телефон прямого эфира 672 12 939 672 13 939. Звоните нам, задавайте свои вопросы, пишите нам также в WhatsApp. Ну вот 13-й сейм, новый сейм, который проработал уже 8 месяцев, ушел в отпуск. Очередные каникулы, уже летние каникулы, вернутся они только в сентябре. В связи с этим вас хочу спросить, как вы оцениваете работу депутатов нынешних? Преимущества из которых новые, если я имею ввиду новые по сравнению с предыдущим сеймом. Да, тут вы правы. 60% сейма у нас новые лица. Я думаю, что работал он достаточно активно, себя показал как активный политический орган. Я думаю, этому способствовала слабость определенного рода правительства. Это 5-ти партийная коалиция, которая сама по себе не способствует созданию властной пирамиды. Потому все имеют свои возможности маневрировать. Мы видим, что партии даже по коалиционному договору имеют возможности какие-то свои инициативы продвигать, не консультируясь с членами коалиции. То есть, я думаю, что совсем неплохо. В общем, они хоть работали по полному дню, то есть в четвергах, когда они идут на сессии. На пленарные заседания, да? Да, потому что, если мы помним, бывали сеймы, которые заканчивали работу за 2-1,5 часа. А эти работали полный день. Так что, работали. А вы отслеживали, да? То есть, почти каждое заседание по четвергам? Ну да, это было в один момент, по-моему, предыдущие 7, когда это было уже совсем неуклюже, что в 9 начинают, в 10-30 уже депутаты разбегаются. А с чем вы можете это связать? Может быть, потому что действительно новые лица, они еще ответственные. И знаете, через 2 года может все измениться. Нет, я думаю, что это отношение того же правительства, что это не просто машина по нажиманию на кнопки, а потому что сейм реально сами занимались законодательной работой, а не только рассматривали то, что правительство дает. Всегда ведь, в общем так, 70% работы создает для сейма правительство. Но для этого сейма у них есть своя тоже повестка дня, и они сами там занимаются тем, что считают правильным. Но вы позитивно оцениваете тот факт, что сейчас правящая коалиция состоит из 5 партий? Это не вносит какой-то дисбаланс в работу? Я думаю, ну, позитивно, знаете как, позитивно, негативно, 5 или 4, это будет зависеть от того, когда мы увидим результат работы этого парламента. Если мы смотрим этого правительства, этой коалиции, если мы смотрим с нынешней точки зрения, ну, в общем, пока что, слава богу, ничего плохого не сделали. То, что хорошее сделали, это мы все знаем, создали бюджет, не подняли налоги. Что очень интересно сейчас, очень быстро реагировали на изменение налогов в Эстонии, что неожиданно для нашего правительства и нашего руководства страны, когда резко происходят какие-то резкие телодвижения при внешних, как бы, таких внешних происшествиях, потому что чаще всего у нас все становится плохо, и тогда начинают думать, что делать, а сейчас как-то... Чтобы не было плохо, да? Да, чтобы не... А сейчас как-то уже превентивно начали работать, что я считаю позитивно. Ну, я хотел бы сказать то, что СЕИМ мы увидим раньше, чем в сентябре, у них еще будут наверняка внеочередные заседания. Ну, в том числе по речи президента, да, да, да. И акцизный налог тоже будут принимать в третьем чтении, так что у них еще будет работа, и это хорошо, пусть работает. И существует мнение, многие эксперты высказываются о том, что вот нынешний СЕИМ 13-го созыва, он более радикализированный по сравнению с предыдущим, да. Я, допустим, говорю об их интересах в работе в независимых институтах. Это в том числе и Комиссия рынков финансов и капитала, и Центральная избирательная комиссия, и Совет по электронным СМИ, и Генеральная прокуратура. Вот вы поддерживаете такую точку зрения? Ну, там не только СЕИМ, там есть много... Правительство есть, ну, хоть одна партия, которая очень желает прикоснуться ко всем этим моментам, это новая консервативная партия. Ну, и то, что СЕИМ сам по себе, они, как уже новые люди в политике, им кажется, что они могут порешать проблемы, которые другие не решили. Все остальные ничего не понимают, потому они сейчас все понимают, и они сделают лучше. Я думаю, что они таким образом набираются опыта, потому что всегда легко уволить, очень трудно найти достойных потом кандидатов. Но пока что мы еще в этой стадии увольнений. Но вы сказали, что новая консервативная партия пытается дотронуться вот буквально по всем, пройтись по всем сферам. На ваш взгляд, с чем это может быть связано? Я думаю, это совершенно простыми мотивами можно объяснить, потому что желание влиять на эти институции – это как бы проекция власти. Ты хочешь властвовать, быть у власти, быть влиятельным, тогда ты должен иметь своих людей во всех этих институциях, чтобы проецировать. Да, мы уже тогда говорим о политических интересах и личных интересах. Да, политические и личные интересы я бы не разделял, потому что политика состоит из личности, а личности всегда имеют свои интересы. Я думаю, это же есть желание лично влиять, начиная над прокурором, кончая комиссией по рынкам и ценной бумагой. На ваш взгляд, не находите ли вы в этом какое-то нарушение? Нарушение тогда, когда происходят какие-то процессуальные нарушения. То есть, вот, например, мы видели достаточно такой неожиданный подход, когда министр юстиции начал вдруг наезжать, скажем так, чисто на генпрокурора. Это так и назовем наезд, потому что ничего другого не имеет. Он не имеет права в эту власть вмешиваться, но вот что-то бухтел. Бухтел и наезжал, хотел что-то делать. Ну вот, в конце концов, собрал, видите, подписи в парламенте. Ну посмотрим, чем это кончится. Давайте мы примем звонок. Наденьте, пожалуйста, наушники, ближайшие к вам. Да. Доброе утро. Доброе утро. Мы вас слушаем, да. Ваш гость сказал, что за это время сейм хорошо работал. Хотелось бы у него спросить, кроме бюджета, который вообще придумал прошлый сейм, а этот сейм только проголосовал, причем с приско сказка о том, что ничего они уже сделать не могут и все будут решать только в 2020 году. А что еще он хорошего сделал сейм? Ничего, по-моему, на мой взгляд. Более того, если вы считаете, что они даже не хотели решить вопрос, предложение предыдущего президента, который уходит по поводу присвоения гражданства детям и гражданам. Детям и гражданам. Да, да. Спасибо вам большое. Ну тут, конечно, всегда, но насчет оценки сеймов, это всегда есть. Могли больше, лучше, ну в общем, президента избрали, избрали, кстати, очень цивилизованно. Это был первый раз, когда наш парламент избирал прозрачным голосованием президента, и он был избран, ну если мы даже сравним с нашими соседями эстонцами, мы это сделали достаточно быстро, элегантно, и мы имеем президента, которого будем инаугурировать совсем скоро. Если говорить о бюджете, тут я согласен, что они приняли старый бюджет, ну то есть бюджет предыдущего. Технический, да, как уже сказал сам бюджет. Вот это самое интересное, что они его, это такая пиар ловка, чтобы не дергали бюджет, чтобы не поднимали налоги, не дергали общество, они назвали его техническим, и без изменений больших и болезненных для общества и государства приняли, что, я думаю, очень позитивный, большой плюс нам всем, потому что, если бы он был бы не технический, все новые партии, как бы, вы знаете, там много новых людей, которые считают, что они знают лучше, как создавать бюджет, и я не хотел бы это, как бы, на своей шкуре проверить. Ну вот вторая реплика по поводу детей-неграждан. На повестке дня вопрос, он ведь не закопан. Вы же знаете, что депутаты сейчас игнорируют заседание комиссии, да, и перед рассмотрением этого опроса выходят из зала. Потому что я видел, что это Семь примет, в конце концов он примет этот закон, я думаю. А для чего тогда его, не знаю, ну, продлевать это время для рассмотрения этого опроса, чтобы он не, этот пункт не засчитался, не знаю, на счет господина Вениса? Нет, я думаю, это больше связано с тем, что, во-первых, новый президент тоже сказал, что он подпишет это. Потому что казалось бы, что новый президент, его изберут, и он не подпишет. Но новый президент сказал, что нет проблем и так, сейчас, в принципе. Это да, но его спросили четко, подпишет ли он этот закон. Он сказал, что да, он подпишет. То есть, все есть, большинство в парламенте есть, президент, который подпишет, есть. Ну, вот есть эта заминка техническая, которая, я думаю, больше ползает нескольких партий по этому вопросу, где они таким образом общаются со своим избирателем. Ну, вот вы говорили о бюджете, который приняли на следующий год, и что он технический, поэтому налоги не повышают. Значит ли это, что через год есть вероятность того, что налоги все-таки повысят для принятия следующего бюджета? И я, насколько, ну вот, в первую очередь мы видим, что происходит с акцизами, то есть, там недобор будет неизбежно. С одной стороны, мы видим активную риторику нашего премьер-министра Кавинча, который говорит, что к налогам они будут прикасаться только в 21-м, что было бы очень-очень позитивно, если бы это так произошло. Но я думаю, что не зря он громко об этом говорит, потому что наверняка есть желающие в правительстве пятипартийной коалиции, которые, я считаю, что уже сейчас надо начать дергать налоги. Но я думаю, вот тут это будет большая борьба внутренняя в коалиции, я думаю, очень жаркая осень будет вот из-за этого, потому что есть желающие дёрнуть налоги и, как бы, своё слово сказать в бюджетных вопросах. И есть, которые более опытные политики, которые понимают, что надо ещё, чтобы старая реформа сработала до конца, чтобы можно было реально понять, что работает, что не работает. И что это надо прекратить каждый год дёргать и всё время удивляться, что ничего не работает. Ну вот, мы опять вернулись к вопросу о коалиции, как им всё-таки, несмотря на то, что они работают вместе, им это сложно удаётся, такой, может быть, покажется немножко банальным вопрос, но мне, правда, очень интересно, у нас в коалиции сейчас одновременно находится консервативная партия, в названии которой, из слова консервативная, даже две консервативные партии, и есть партии, очень либерально настроенные, по крайней мере, по своим заявлениям. Как они могут работать вместе по каким-то принципиальным вопросам? Можно ли это вообще считать коалицией? Может быть, это просто партии, которые время от времени договариваются друг с другом, а потом опять расходятся по разным углам? Скажем так, наоборот, они, в общем, договорились, но есть вопрос, по которым расходятся по углам. Это мы видели, вопросы о реституции, партнёрские отношения. Это все вопросы, которые мы видим, что в коалиции абсолютно нет единогласия, но вот там есть этот пункт интересный в коалиционном договоре, что они имеют право какие-то вопросы, вот не консультируясь и продвигать. Те же дети-неграждане, это тоже не вопрос коалиции, это вопрос определённых партий, которые понимают, что есть определённая ситуация в парламенте, что этот вопрос можно принять. Давайте мы примем ещё один звонок, наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе. Вы знаете, вот ваш гость похвалил парламент за то, что они так оперативно среагировали и понизили акцизный налог на алкоголь или собираются понизить. Но вы знаете, вот для меня, как жителей Латвии, это не плюс, это большой минус, потому что, с одной стороны, нам нужны деньги, и мы начинаем повышать акцизные налоги на товары и на первые необходимости, вредные товары, алкоголь, табак, тахар. А потом вдруг у нас какой-то пробел, да пусть люди пьют, да давайте сделаем дешёвый алкоголь, зато деньги будут. Кто думает о людях? Спасибо большое. Ну вот такое мнение. Обратная сторона медали. Это вообще, я совершенно согласен с слушательницей, потому что, с одной стороны, с ней совершенно можно согласиться, что да, это неправильно, мы видим, наркологи тоже об этом говорят громко, но, с другой стороны, мы опять видим чисто реальность, когда люди едут в соседнюю страну и везут туда свои деньги и там покупают. Но вы же знаете прогнозы, что сейчас приблизительно в Эстонии, в Латвии цены сравняются, и вся приграничная торговля, она может, ну, просто умереть. И, соответственно, те недополученные деньги, на которые мы сейчас рассчитываем, они могут даже не сбыться. Ну, не сравняются там до конца, но, конечно, конечно, но вот в тот момент, и если правительство опять ничего не делает, хорошо, мы идём по своему пути. Вот эстонский пример показывает, что не надо быть упёртыми. Они вот упёрлись, пошли, и 100 миллионов их денег пришло к нам. Ну, и что они победили? Они победили алкоголизм в своей стране? Нет. Они только победили торговлю алкоголем, которая перешла в нашу страну. Тут не надо, ну, и тут можно согласиться, но всегда надо смотреть, что человек всё-таки очень-очень такое существо, которое своё купит в любом случае. Ну, вот мы поговорили о Сейме, и хочется ещё поговорить о кабинете министров, который за эти полгода, существует он меньше, чем Сейм, тоже успел запомниться, и причём каждый министр своим делом. Это и министр внутренних дел, мы вспоминаем историю про мосты в Риге, и Минэкономики, ситуация с Латвэнерго, и министр образования с учителями, и зарплатами, и господин Пуца с территориальной реформой. Ну, все успели отличиться. И вот, на ваш взгляд, что это, способ как-то запомниться радикальными мерами, закрепиться в должности, или наоборот, что улучшит в своей отрасли? Потому что за полгода достаточно ярко все успели, ну... Вот в том-то и дело, что вы так сказали, все, все новые, все новопришители. Да, кстати, господин Пабрикс, да, не запомнился пока ничего. Гархардс Пабрикс, смотрите, вы их слышите? Нет. Ну, хорошо, Пуца и региональная реформа – это все-таки приоритет правительства. Это было сказано, что это будет делать это правительство, декларации. Это было заявлено уже в предвыборном процессе, все говорили, новые партии о реформе регионов, так что я бы его как бы, ну, взял бы, ну, отличил от остальных, а остальные – это все молодые политики, и они хотят себя показать, они хотят быть заметными, показать, что они вот есть, чтобы их имена знали. Вы видите же реакцию, общество шокировано, и даже не только общество, но и в случае столицы и сообщениями с мостами, да, все движение было парализовано, то, допустим, вот на прошлой неделе решение господина Немира о увольнении Совета Латвэнерго заставило удивиться и всех его партнеров по коалиции других политиков. Ну, вот, если мы говорим о мостах, конечно, это был такой очень-очень неожиданный, тут я с вами согласен, ход, и я даже так и не понял, кто от этого получил больше плюсов или минусов, на то, что себя показал министр внутренних дел в таком достаточно оригинальном свете, тут я с вами соглашусь. Если мы говорим о Совете Латвэнерго, ну, ничем он-то не отличается по большому счету от того, что происходит в Латвийской железной дороге, тоже от Министерства нового министра. И в этой ситуации, ну, знаете как, Советы меняются, и они неизбежно меняются под влиянием политических интересов. Да, но в любом другом случае можно дождаться отвезенного срока правления Совета, и тогда он сменится в естественном порядке. Ну, никто не запрещает, кстати, это не министр приняло решение, а госсекретар, который акционер Латвэнерго. Так что, я думаю, что нигде не сказано, что нельзя сменить Советы раньше. Это все-таки представитель акционера. Государство не согласен с ними. Аргументация была, что недостаточно быстро работает по тем заданным вопросам, которые министерство поставило. Сменили Совет на другой, более активно работающий. Не знаю, увидим. Но, кстати, многие новые министры, некоторые новые министры, они начали свою деятельность с тем, что как бы отменили или планируют отменить деятельность предыдущих министров. Это и реформа здравоохранения, это и финансовая реформа. И вопрос, собственно, в том, как вам кажется, это метание туда-обратно. То есть, у нас придет, например, следующий министр, он отменит действия этого министерства. И так будет продолжаться долгое время. Или это все-таки позитивный шаг, более взвешенный взгляд на старую проблему? Там две части вопроса. Одна часть, конечно, я в общем не согласен. Должна быть какая-то последовательность. Ты не можешь так метаться, вот сегодня так, завтра так. Но в вопросе здравоохранения это был вообще очень дискутабельный вопрос. Он был, если мы помним, неоднозначно принят. И главное, что партия, которая получила пост Министерства здравоохранения, они очень критиковали, они говорили, что это будет первое решение, которое они отменят. Потому, нельзя сказать, что это было неизвестно. Или вот, что сюрприз большой, что вот отменили вот эту реформу, которая и так неоднозначно. Все остальное, я думаю, более или менее идет последовательно. Я не вижу таких, ну, огромных изменений. Ну, тут можно говорить в той же экономике, что, если вы помните, предыдущий министр закончил свое бытие министром реформой ОИК, которая была подана в Кабинет министров. Новый министр как бы забыл об этой реформе. Ну, как бы говорит, на словах есть она, но в реальности, если мы смотрим, этот документ сам по себе забыт где-то и исчез. Ну, это так немножко удивляет, что нет последовательности. Ну, посмотрим, это опять же полгода только проработали. В нашей студии были журналисты. Вот на прошлой неделе разговаривали с Латалапсой о развитии гражданского общества в Латвии. И вот мы подняли вопрос о референдумах, как о способе его изъявления народа. И у нас много, допустим, болезненных точек. Да, мы знаем в стране, может быть, которой стоило решить населению этой страны. Но, вот на ваш взгляд, если проводить референдум, то по какому поводу стоило бы это сделать? Хороший вопрос. Я так не... Нет, ну, я думаю, что тот вопрос, который общество считает своими подписями важным, он должен быть теперь проведен на референдум. Потому что мы не можем разделить вопрос вот этот достойный, этот вопрос недостойный. Это вопрос, что общество считает важным для себя. И какой вопрос хочет рассматривать общество на референдуме? Я думаю, это главный критерий. Но то, что в Латвии референдумы как таковые уничтожены, это тоже факт. Потому что... Ну вот, да, это следующий вопрос перетекающий. Учитывая, что там из неполных двух миллионов человек населения надо собрать сейчас 154 тысячи подписей. Да, это практически нереально. На ваш взгляд, хватит ли у нас вот такой вот воли, чтобы по какому-нибудь вопросу действительно собраться и не инициировать референдум? Я думаю, что нет. Я думаю, что... И вообще, я думаю, что это очень архаичная норма. Я понимаю, что мы были в другой канаве, когда референдум был неотъемлемой частью предвыборного процесса. И это была предвыборная кампания за счет налогоплательщиков. Тут я тоже согласен, что это нельзя допускать. Но то, что сейчас надо собрать подписи, заверенные нотариусом, при том, что у нас есть и карточки, и Е-подписи. Что только у нас тут всего нету, а тут вдруг у нас такой архаичный метод прошлого столетия, что мы должны идти к нотариусу, заверять подписи. Ну, смотрите, у нас сейчас новый молодой сейм, ну, практически, да? Можно ли этот вопрос, инициативу предложить поднять для того, чтобы это обсуждалось и, может быть, видоизменилось, допустим, к прежним цифрам? Допускаю, что да. Я допускаю, что этот сейм даже был бы способен это изменить. А вам не кажется, что все забыли об этом вопросе, в принципе? Или удобно об этом не вспоминать, как вы считаете? Я думаю, ни одна из политических сил это не зарисовала как проблему, который... Потому что, ну, это такая проблема, которую надо было... Ну, общество должно его увидеть через какую-то иллюстрацию. Ну, через какой-то вопрос. Вот у нас есть, например, вопрос, который бы, ну, нужно было бы поднять на референдум. Ну, вот сейчас, ну, буквально, вот в сейме было, допустим, мне кажется, знаете, референдум у нас сейчас на монобалсе, да? Все создаются. И, условно, сейм концептуально рассматривает и дает ход этой инициативы или нет? Ну, это не референдум. Да нет, я это понимаю, да. Но по вопросам инициатив жителей в результате можно наблюдать, чего люди хотят. И вот одна из таких вот, один из камней преткновения, это тот же памятник освободителям Бреги. Ну, давайте дадим решать его судьбу не ста депутатам, сейм или отдельным комиссиям, а населению страны. Ну, знаете как, и, конечно, это можно дать, это неизбежно, но это настолько непрогнозируемый результат этого референдума, чем это завершится, что, я думаю, что из-за политической стабильности этот вопрос никогда не будет на референдуме. Почему? Ну, представьте, что проголосуют, что надо снести. Ну, а если это сделают то же самое сейм, тогда это будет на ответственность? Я вам сразу скажу, сейм этого не примет. Почему? Потому что есть такая речь, как политическая ответственность, и там все-таки коалиционные партии более-менее способны урегулировать внутренние отношения, чтобы не принимать решения, которые могут привести к серьезной дестабилизации внутренней ситуации в стране. Почему тогда одна инициатива о сносе памятника проходит, первое концептуальное чтение, а другая инициатива о его сохранении вне отказа? Это опять же, мы начали этот разговор, почему депутаты в одном случае выходят из комиссии и не дают принять решение, и в другой момент не, не выходят. Я думаю, что это опять же определенные две партии, которые говорят, таким образом общаются со своими избирателями, хорошо зная, что это приведет ни к чему. Это вот как референдумы, а ни о чем, из-за предвыборной кампании, из-за пропаганды. Давайте еще один звонок примем, да, наденьте, пожалуйста, наушники. Доброе утро, мы вас слушаем. Здравствуйте. Доброе утро, пока еще утро. Вы знаете, какая вещь, вот совершенно хочу с господином Раевским согласиться, хотя бы на примере референдума о русском языке. Кто его затеял, кто его затеял, они на что надеялись, что выиграем. Это невозможно было выиграть. Я вот думал, что у них были продуманы какие-то дальнейшие действия, короче, что они на что-то думали, что-то рассчитывали, как-то там, внимание, еще ничего не сделали, ребята, и остались вот без русского языка. Так что сейчас делать референдум о сносе памятника – 100% проигрыш. Да, ну вот такое мнение. Ну, очень хорошая аналогия, что, ну, есть вопросы, которые лучше не дергать, потому что можно дергать, потом пожалеть. По поводу избрания президента, вот Раймонд Вейнис готовится покинуть свой пост, он уже даже выступил с последней речью перед депутатами Сейма, и сейчас многие находятся в эйфории почему-то от избрания господина Левица, и забыли сразу же про еще текущего президента Вейнис, который еще продолжает существовать. В этой должности называет его Вейнисом, да, и даже некомпетентным в роли президента. А вот, и, ну, вот как вы можете вот это вот сравнить, почему сейчас, как бы, господин Вейнис стал таким вот неуделом на фоне господина Левица? Ну, конечно, если мы смотрим, тут есть две части. Одно, то, что было известно и до его избрания, ну, не риторик, он не политик искусства, общения с обществом, не харизматичен слишком, скажем так, совсем не харизматичен. Но в тот же момент он, как президент, целый ряд вопросов все-таки, ну, не скажем так, что он решил, но он позволил решить, которые были, знаете, как закопаны харизматическими президентами. То же открытие мешков КГБ, то же вопрос о приходе на латышский язык. Это мы знаем, что были очень харизматичные президенты, которые не позволяли решать вопросы, которые, в общем, тормозили развитие страны. Но его потому называть Вейнисом, я думаю, не к месту. Но в тот же момент, если мы смотрим его, как бы, внешнее вот проявление, ну, какой он был министром, такой он и есть президент. Там нечего удивляться. Но еще плюс, конечно, его очень подкосила его болезнь. Роли, давайте еще, пожалуйста, примем звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Здравствуйте. Про референдум. Вот очень важный вопрос, важнейший, потому что у нас слабо демократичная страна. То есть выборы сходили, проголосовали и забыли. Но референдум, значит, вот вы сказали, если вдруг проголосуют за памятник, так референдум это не закон. То есть вернуть референдум одно, а люди проголосовали, а потом все равно принимают закон. Всем это второе, так что не надо как бы так подменять понятия, я думаю. Ну, тут я не очень хотел бы уточнить. То есть те вопросы, которые в Латвии были приняты референдумами, они практически, по-моему, я по опыту не помню, чтобы... Конечно, юридически парламент может решить по-другому, но всегда результаты референдума были те, с которыми очень серьезно считается парламент и не идет на перекос обществу. Ну, иначе это будет такая пощечина. Да, пощечина, потому что вот то, что, слушайте, говорит слабость демократии, это не просто слабость, это, может быть, неопытность. И в этой ситуации, если ты видишь, что есть референдум, это изъявление воли народа, лучше против этого нети. Ну, вот, кстати говоря о демократичности общества, широко известно, что в Латвии немногие ходят на выборы. У нас явка на выборы в Сейм была около 50%, на Европарламент чуть больше 30%. То есть очень низкая явка в сравнении с более старыми демократиями, скажем так. Как вам кажется, это может извиниться в лучшую сторону в ближайшее время и как? Ну, и насчет явки, я думаю, что это проблема всей Европы, кроме тех стран, где явка на выборы обязательно и штрафуется, то есть не явка. Все остальные страны вот так и где-то живут, вот эти 50% с лишним, желающих поучаствовать в политическом процессе, интересующимися. И я думаю, что это самое-самое такое худшее, что это связано с тем, что чем лучше живем, тем меньше занимаемся политикой. И в тот момент политика начинает заниматься вами. То есть у нас очень четкая корреляция, на выборы идут тогда, когда плохо, когда очень хочется на что-то повлиять, когда все хорошо. Ай, ну все там без меня решат, там все будет нормально. И это неправильный подход. Ты всегда должен интересоваться политикой, или она будет интересоваться тобой. Ну, а как вы считаете, разумно ли в Латвии, вот по аналогии, допустим, с Францией, действительно штрафовать тех, кто не пришел... В Франции, в Бельгии. В Бельгии, да. Штрафовать тех, кто не пришел голосовать на выборах. Знаете, что интересно, я старался найти, какой у них процент штрафов. У них явка где-то около 90%, то есть все равно люди не идут все. Но они никого не штрафуют. Ну, это как... Ну, нет, там никому не налагали штрафа. Там штраф 50 евро. Но они никого не штрафуют. Но это как бы есть вот этот немножко как бы кнут. Никого не штрафуют. Никого не знают, что не штрафуют. Но я все-таки лучше скажу, а если я штрафую? А если там что-то не так? Но я думаю, что должны быть какие-то... Все-таки я думаю, что должны были бы быть какие-то новые мотивационные элементы. Или же я могу, ну, скажем так, радикально, чтобы разбудить слушателей. Если ты, может быть, не явился на три, тебе отбирается право голоса. Тогда, знаете, как у нас есть право... Через 12 лет ты теряешься, или вы считаете муниципальный Европарламент тоже? Любые, какие хочем. Ну, просто вот ты три раза не пришел на выборы, ты не хочешь решать. Ты не хочешь участвовать, но не хочешь. Спасибо, до свидания. Нет у тебя права голоса. Потому что у нас всегда общество говорит, у нас есть право, у нас есть право. А долг, 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 это долг твой участвовать на выборах. А в этом забывается. Как вы относитесь к такой идее, которая все чаще начинает высказываться в интернете, о, назовем это гражданстве-негражданстве, но не по принципу рождения, а, скажем, чтобы проголосовать, тебе нужно сдать какой-то экзамен. Чтобы занимать должность в правительстве, чтобы сдать экзамен серьезнее. Ну, и так далее. Такая условная меритократия. Да, ну, это такой китайский подход еще. Две тысячи лет назад в Китае, чтобы стать чиновником, ты должен сдавать был экзамен, потому они такая старая империя. Я думаю, что, и сильная, я думаю, что это недоверие к нашей системе образования. Потому что, в общем, я думаю, что человек, который прошел через систему образования, получил какого-то рода, скажем так, диплом в ВУЗе определенного уровня, мы должны в тот момент доверять, что он к чему-то годится. Если мы начинаем дополнительные вот эти экзамены делать, вот, например, чтобы работать в министерстве юстиции, тебе не хватает образования юриста. А что тогда еще надо? Или же мы не доверяем дипломам, выданным молодым юристам? Ну, диплом в ВУЗе, ну, во-первых, если мы говорим о голосовании, то голосовать можно с 18 лет и избираться в Сэйм, если не ошибаюсь, тоже с 18 лет. А это фактически, теоретически может сделать и школьник. Ну да, да, выпускник, абитуриент. Да, даже в 12 классе есть люди, которым 18 лет, они могут, я даже помню, в списках были люди 18 лет, они, правда, не прошли, но шансы у них теоретически есть. И второй вопрос, высшее образование, да, но оно может быть разным. Условно говоря, теоретически человек с образованием учителя или психолога может стать министром обороны или министром экономики. Это же разные все-таки вещи. Министр обороны, министр... Министр благосостояния может стать министром финансов. Да, но у нас система такая государственная, что у нас есть чиновничество и есть политические министры, он несет политическую ответственность. Он представляет интересы правительства, то есть политической части. И я думаю, что если мы это меняем, то там должно быть более серьезное изменение. Но тогда уже получается политическое чиновничество. Если мы считаем, что министр должен быть высшего уровня специалист в этой сфере, например, если ты генерал, ну если генерал, тогда ты можешь быть министром обороны. То есть если ты хочешь быть министром обороны, ты должен быть генералом, например, в армии. Тогда в этом случае будет вот то, что приходит новый министр, специалист, Он смотрит госсекретарь, а не специалист. Уволим, это уволим. Ну, это тогда вся иерархия. Ну, а вы за что? В отрасли должен работать и руководить специалист или топ-менеджер, хороший управленец? Умный политик. Давайте примем последний звонок на сегодня. Доброе утро. Мы вас слушаем, пожалуйста, коротко. Очень коротко. Знаете, когда вот наш политический спектр представлен разными партиями, в предвыборной кампании в основном превалируют обещания общего характера. Конкретики такой, что можно было спустя 4 года проверить, по цифрам очень мало. Вот, например, в пенсионной реформе, отмена ОИК и так далее. Вот на ваш взгляд, из тех партий, которые представлены в коалиции, в соответствии с их предвыборными обещаниями, вот конкретно, что вы прогнозируете, будет выполнить 100%? Я вам могу подсказать. Вот у нас оборонный бюджет будет больше, чем 2% ВВП, а все остальное, вот вы внимательно смотрели их предвыборные платформы, что будет выполнено конкретно? Спасибо. Ну что вы думаете об обтекаемости заявлений? Не, ну, нет, тоже я согласен, что заявления очень и обещания очень обтекаем, потому что чем опытнее партии, тем обтекаемее обещания, потому что они хорошо знают, что 4 года пробегут быстро, и это напомнит. Я думаю, что самое интересное будет, что будет происходить с ОИК. Как они этого? Потому что это очень конкретное обещание. Очень. И его достаточно многие обещали, что это будет решенный вопрос. Я думаю, что он будет таким симптоматичным для целого ряда партий, если не решат. Потому что общество это так просто не забудет. Нам на этом пора заканчивать. Это был у нас в гостях сегодня политолог Филипп Раевский.